Эти зеленые пятна на поверхности признак старения водоема. Из-за нехватки свежей воды шершни начинают свисти. Водохранилище еще и медленно высыхает, но вскоре все будет по-другому. В ближайшее время будет открыт недавно достроенный Долгобродский канал. И из нескольких озер к Челябинску хлынет спасительный поток. Возможно, потребуется принятие дополнительных мер, чтобы вода соответствовала качеству. Потому что та вода, которая пойдет из Долгобродки, она будет отличаться от Мяской, от Шершневской. Воды, безусловно, необходимо будет корректировать технологический процесс очистки. Вот здесь и проходит процесс очистки. Воду смешиваются кислителями, после чего грязь оседает на дне резервуара, а затем промывают через песок. Его специально заказывают в Петербурге. Только он так качественно очищает от загрязнений. Ежесуточно через систему насосов проходит 700 тысяч кубометров. Когда воды станет больше, эти мощности не смогут справляться. Но здесь работают набережения. Сейчас во все идет строительство новой насосной станции. Старая насосная станция с 1932-1938 года постройки. Соответственно, морально и физически уже изношена на 100%. И требует полной замены, вывода из эксплуатации. С новой насосной станции она будет больше по подаче примерно на 10-30 тысяч кубометров в сутки. И, впрочем, сооружениям к переменам не привыкать. Из-за фактической остановки фильтровальных станций в Политаево, Кулуево и Карабаше, неочищенные стоки устремились прямиком в шершни. Впрочем, жители Челябинского это даже не почувствовали. В экстренном порядке здесь была усилена защита. Здесь установлены пять агрегатов. Здесь приемные окна. Дело в том, что по поверхности очень много идет предметов всевозможных. Камыш, все что угодно. Боны задерживают. После очистки, уверяют специалисты, вода становится просто кристальной. В 7 раз чище, чем положено по нормам. Но как изменится химсостав, когда хлынет поток из окрестных озер, никто не берется предсказывать. Но за этим постоянно следят.